Это приезд Шилы Прабхупады в Мельбурн в 1974 году, когда он приехал специально на Радхаятру. Я договорился с иммиграционной службой, чтобы провести Шилы Прабхупаду как VIP, чтобы ему не проходить обычную процедуру регистрации. Они не согласились, но мне все же пришлось остаться, чтобы оформить его багаж. Шилы Прабхупада вышел и увидел преданных. Мы с Сатсварупой Махараджем задержались, чтобы проследить за багажом, когда его оформляли. И когда мы вышли, все преданные вместе с Шилой Прабхупадой уже уехали. И мы с Сатсварупой Махараджем застряли в аэропорту с багажом, а все преданные уехали, но там еще был один преданный. Он не уехал, и, к счастью, он нас заметил. Мы сложили весь багаж Прабхупада в его фургон, а нам с Сатсварупой Махараджем пришлось сесть сверху на него в конце фургона. И так мы добрались до храма в Мельбурне. В аэропорту Шилы Прабхупада дал интервью для телевидения. Туда приехали два-три телевизионных канала и еще журналисты из газет. На самом деле большинство его визитов в Австралию были освещены в прессе, и поэтому Шилы Прабхупада любил приезжать туда. О нас писали замечательные статьи в газетах. Большая главная статья, посвященная нам на второй странице газеты Мельбурн Эйдж. Еще несколько других статей, хорошие репортажи по телевидению. Итак, в тот раз было два или три канала, а в Австралии всего четыре канала, и в тот вечер мы сказали Прабхупаде, что сегодня, скорее всего, этот репортаж должен появиться в новостях. И Грашрава принес в комнату к Шиле Прабхупаде телевизор, и мы стали смотреть новости. Мы смотрели, 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 и каждый раз появлялись новые сообщения, но они не были посвящены Шиле Прабхупаде. Он отворачивался, пока шли эти новости. И вот в очередной раз он повернулся, чтобы посмотреть, он это или нет, но, к сожалению, это было не о нем. Но так ничего и не показали. На самом деле, тогда в 10 часов вечера по новостям показали хороший репортаж о Шиле Прабхупаде по одному из каналов, и Грашрава посмотрел его, и на следующий день мы рассказали Прабхупаде об этом, и он был очень доволен. Шиле Прабхупада был с журналистами очень откровенным и строгим. Ему понравился разговор, потому что иногда репортеры стараются выискать какой-то недостаток, и тогда Прабхупада была с ними очень строгим. Но основная идея, которую они подхватили, была, к сожалению, не о лекции Прабхупады. Прабхупады взяли на прокат Роллс-Ройс, и когда Прабхупада села в него, подошел парковщик, приклеил на окно штрафной талон за нарушение парковки. И заголовки газет, естественно, были совсем не о том, о чем говорил Прабхупад в интервью по новостям. Их всех жутко интересовал тот факт, что преданные преподнесли Роллс-Ройс тому, кто должен быть аскетичным саду, или же о том, что мы получили этот талончик на штраф. Журналист из газеты Melbourne Age пришел на встречу к Прабхупаде, и Прабхупада был с ним очень любезным. Он все тщательно ему объяснил. Большинство его вопросов касались о реинкарнации. Прабхупад объяснял, что в следующей жизни можно родиться ниже, чем человек. Он все это очень подробно объяснил. Он потратил на этого человека очень много времени. Я с нетерпением ждал следующего утра, чтобы пойти за газетой и посмотреть эту просвещающую статью, которую о нас напечатали. Меня просто убило, когда я развернул ее и увидел заголовок. «Свами говорит, что в следующей жизни он будет животным». Меня это просто убило на месте. Ведь Прабхупада столько времени потратил на этого парня. И с разочарованием и гневом я принес эту газету Прабхупаде, решив, что прежде чем дать ему ее, нужно его как-то подготовить. Я сказал, Прабхупада, он ничего не понял или не захотел понять то, что вы ему говорили. Он просто исказил ваши слова. Он спросил, как называется статья. Я ответил, «Свами сказал, что в следующей жизни он будет животным». «А он напоминал Кришну?» «Да», и сказал, «Есть ли в статье имена Кришны?» «Да». «Посчитай их». Я подсчитал, их может быть было где-то семь имен Кришны. Он спросил, «А какой тираж этой газеты?» «Не знаю, несколько сотен тысяч экземпляров, 200-300 тысяч. А сколько будет 200-300 тысяч, умноженное на семь?» Он сказал, «Мой духовный учитель говорил, что всякий раз, когда человек произносит имя Кришны, это уже достижение». Он сказал, «Эта статья удалась». Я помню, когда Прабхупада приехал, мы арендовали Роллс-Ройс. И этому придали большую огласку. И даже в вечерней газете вышло с заголовком «Его божественная милость въезжает на Роллсе». Мы расклеивали плакаты, на которых было написано. «Его божественная милость, Ачеба Ктивданта Свами Прабхупада, учив стоп, сидят все господа». На нем была хорошая фотография Прабхупады. И внизу пятидневная программа его пребывания в Мельбурне. И потом мы ехали по трассе из аэропорта, и кто-то расклеил эти афиши вдоль всей дороги, чтобы их было хорошо видно с расстояния шести метров от дороги. Мы все ехали за Роллс-Ройсом Прабхупадой. Я помню, как Роллс-Ройс замедлил скорость, чтобы Прабхупада мог посмотреть. Мы открыли все двери в фургонах и все время пели киртун по пути в храм. Это Прабхупада в маленьком храме на Бернет-стрит в Сент-Килде. На самом деле это жилой дом. Алтарная была очень маленькой. И Джаганат Балдей и Субадра стояли на алтаре прямо над головой Радавалабхи. К сожалению, было столько преданных, что не все смогли поместиться в комнате. Он провел церемонию посвящения. Огненную церемонию. Я помню, как из комнаты ввалил дымы, и мы стояли в коридоре оттуда. Даже в Исасуне не было видно. Но тем не менее Бравопаду, по всей видимости, дым совершенно не волновал. Субтитры создавал DimaTorzok Все готовились к приезду Прабхупада. Ожидая установления божеств, мой брат приходил каждый день после работы и делал алтарь. И все преданные то и дело говорили. Прабхупада сказал это, Прабхупада сказал то. И я все время думала, а что если я увижу его и разочаруюсь? И скажу, а что тут такого? Я надеялась, что не буду разочарована, но сохраняла за собой право сама делать вывод. И как обычно, Прабхупада приехал, когда все преданные были в аэропорту. Мы как раз закончили все убирать, и я была в комнате Брамачирини. Я помню, как я услышала, Прабхупада уже здесь. И когда я выбежал из комнаты на лестницу, чтобы спуститься вниз, как раз в это мгновение Прабхупада стоял в дверях. Он как раз заходил. Он меня всегда перехватывает дыхание, когда я вспоминаю об этом. Это настолько был трогательный момент. Как только я увидела Прабхупаду, я уже знала, без всяких сомнений. Прабхупада полностью соответствовал всему тому, что о нем говорили. Так или иначе, это было как в сказке. Мне Прабхупада казался сияющим. От него исходило сияние. И просто одного взора на физическое обличие Прабхупады не оставило во мне никаких сомнений, никаких сомнений вообще, что Прабхупада чистый предный. Лекция в здании мэрии Мельбурна, как раз напротив того места, где сейчас находится наше кафе Гопал. В здании мэрии Мельбурна есть нижний зал и верхний зал. Верхний зал гигантский, похожий на пещеру, концерт-холл с органом. Мы выбрали нижний зал, чтобы не выглядеть глупо, если придет несколько сотен человек, потому что большой зал был рассчитан на несколько тысяч человек. На лекцию Прабхупада в 74-м году в это здание муниципалитета пришло пару сотен человек. И все проходило очень хорошо. Здесь можно увидеть, как Прабхупада носит роскошную шафрановую одежду из шелка, сидя на невероятной шафрановой вясасане, которую смастерил Шьямананда Дас. Она была сделана из шафранового шелка. Довольно внушительная она разбиралась, и мы ее возили на различные мероприятия. В некоторых местах мы даже прикрепляли дополнительные детали с небольшими лампочками. Они вращались от моторчика и привлекали к себе внимание. Но, как выяснилось позже, это уже было наше излишество. Это движение, движение сознания Кришны, обучает науке о Боге. И если вы принимаете имя Бога, имя Бога, Кришна, это находит свое подтверждение также и в других традициях. Вы тут же начинаете общаться с Богом непосредственно. Шрила Прабхупада жил в нашем доме на Брайтоне, тогда как храм был в Сент-Килда. Тогда комнаты Шрила Прабхупада на Сент-Килда не были закончены, поэтому мы с мужем и с семьей освободили наш дом, и Прабхупада остановился в нем. До того, как туда приехал Прабхупада, предные привели дом в порядок. Они покрыли все ковры на полу белыми простынями. Я была в доме, и Прабхупада гулял по коридору, улыбаясь с нежностью в глазах. И иногда он благодарил меня за то, что он живет в нашем доме. Я помню, как я спрашивала его, чтобы ему хотелось покушать, что ему нужно, и он всегда вежливо отвечал, да, спасибо, или нет, спасибо, или не стоит беспокоиться. Однажды он даже спросил, может, вы в чем-то нуждаетесь? Я не знала, что и сказать Шрила Прабхупаде, когда он спросил меня об этом. Я сказал, нет, Шрила Прабхупада, если я просто нахожусь рядом с вами, то это все, что мне нужно. Я не задавал о Шриле Прабхупаде никаких духовных вопросов. Я всегда немел в его присутствии. Я думаю, я просто несколько стеснялась, чтобы спрашивать у него о чем-то. Здесь, в материальном мире, имя и сам предмет отличаются друг от друга. Например, если я хочу пить, если я хочу воды, вода должна попасть мне в руки, если я просто повторяю вода, 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 никакого толку не будет, потому что это относительный мир. Но в трансцендентном мире Кришна это имя Бога и также сам Бог. Так что, повторяя Хареи Кришна, вы устанавливаете прямую связь с Богом. В этом смысл Хареи Кришна. Моя семья родом из Мельбурна, так что я позвонил отцу и сказал ему, «Мой духовный учитель приезжает в Мельбурн в такой-то день, и было бы здорово, если бы ты пришел повидаться с ним». И он пришел. Он пришел в тот день и встретился с Прабхупадой. Он пришел туда, слился с толпой и слушал Прабхупаду. Хотя он был достаточно серьезным христианином, он был очень рад, что пришел, и он то и дело прославлял Прабхупаду. Он всегда поддерживал меня в том, что я стал преданным. И за несколько лет до этого я бросил университет, стал хиппи, путешествовал по всей стране автостопом. И всякий раз, когда я приезжал домой, то у меня была какая-то новая тема, и мы с ним болтали об этом. Но когда я на самом деле полностью отдался движению Харе Кришна, когда я решил принять в этом полное участие и присоединиться к нему, он был очень счастлив, и всячески меня в этом поддерживал. Я узнал несколько лет, после того, как я стал преданным, что он участвовал в какой-то тихоокеанской конференции, посвященной религиозной терпимости. Я нашел спечатки этой конференции, когда жил в храме, но я даже не знал, когда она проходила. Так вот, он встал перед всеми и заявил, «Мой сын стал членом общества Харе Кришна, и хотя я не разделяю его взглядов, но все же я полностью поддерживаю его выбор. Я думаю, что это здорово». Мой отец работал школьным учителем. Он преподавал в средней школе, если я не ошибаюсь, это была англиканская школа. Но все равно, когда в Мельбурне открылся новый храм в Миддл Парк, с прекрасными божествами Радавалаба, Горни Таи, божествами Джаганатфи, он организовал школьную экскурсию. Они каждый год приезжали в храм, получали даршин божеств, принимали просад. И это продолжалось много лет. Это не наслаждение. У вас есть машина, но вы едете со скоростью 150 км в час на работу, где вы зарабатываете свои сотни и тысячи долларов, и вы думаете, вы получаете наслаждение. Но этот труд не что иное, как страдание. Однако об этом вы забываете. И чтобы забыть об этих страданиях, вы обращаетесь к вину, к тому, к этому, чтобы залить эти страдания. На самом деле мы страдаем, мы считаем эти страдания наслаждением. Это называется иллюзией. Так что, чем бы мы ни занимались в материальном мире, пребывая в определенном теле, все это одно страдание. Это не наслаждение. Но почему вы оказались в таком положении? Потому что вы хотели наслаждаться таким образом. И вся прибыль, это не что иное, как принятие качеств материальной энергии. Это практический подход. Мы можем это понять. Скажем, я получаю 50 тысяч долларов чеком. Я думаю, у меня есть 50 тысяч долларов. Но какие это 50 тысяч долларов? Это просто клочок бумаги. Это называется иллюзией. Изучите свою жизнь, и вы увидите. Если вы в здравом уме, если вы действительно задумываетесь, вы увидите, это не моя жизнь. Это не моя жизнь. Но я ошибочно считаю, что наслаждаюсь своей жизнью. Поэтому все многообразие форм жизни все находятся под контролем. Не под контролем, но они соглашаются, чтобы их контролировали. Пракрити, природа, не желает вас контролировать. Как полиция. Предназначение полиции состоит не в том, чтобы контролировать вас. Но если вы соглашаетесь с тем, чтобы она вас контролировала, если вы становитесь преступником, тогда полиция берет вас под свой контроль. Государство организовало полицию не для того, чтобы без нужды контролировать вас. Нет. Она существует для того, чтобы помогать вам. Правительство поставило полицейского на каждом перекрестке. они патрулируют улицы. Их предназначение помогать вам. Они не предназначены для того, чтобы контролировать вас. Но когда вы соглашаетесь с тем, чтобы полиция взяла над вами свою власть, тогда она возьмет вас под свой контроль. Тогда вы становитесь подвластными полиции, если вы становитесь преступником. как следствие разочарования. Следующая ступень это разочарование. Все мы разочарованы, потому что живем в этом материальном мире. Поэтому Прадлад Махарадж, великий предный, когда отец спросил его, дорогой сын, что же ты выучил сегодня? Он сказал, мой дорогой отец, он не сказал отец. Его отец был первоклассным материалистом. И Прадлад обратился к отцу. Он лучший из демонов. Те, кто живет удовлетворением своих чувств, кто слишком привязан к чувственному наслаждению, именуются демонами. А те, кто не потакают желанием чувственного наслаждения, а используют свое тело, и эту жизнь для познания Бога, для осознания Кришны, их называют богами, существует два класса людей, демоны и боги. Те, кто пытаются осознать Бога, они не являются Богом, но они и божественны. Потому что человеческая жизнь предназначена именно для этого. Забыв о своем отце, забыв о Боге, мы стали преступниками в этом материальном мире. Поэтому наше единственное занятие должно заключаться в том, чтобы вырваться из этой тюрьмы и вернуться домой, к Богу. В качестве они не отличны. Капля воды из Атлантического или Тихого океана и сам океан, если вы попробуете на вкус, маленькую каплю воды, она будет соленой. Из этого можно понять, что и сам океан соленый, но количество соли в капле очень незначительно, тогда как количество соли в океан огромное. Вы даже представить себе не можете. Бог такой же, как вы и я, личность, но Он как Тихий океан, а мы как капельки. Да? Минуточку, подождите. В чем ваш вопрос? Пожалуйста. Вот это, джентльмен, да. Каково ваше учение? Доктрина? Он хочет узнать, в чем заключается доктрина сознания Кришны. Сознание Кришны сводится к следующему. Вы неотъемлемая частица Кришны или Бога. Но из-за того, что вы отделились от Него, я уже объяснял это, вы страдаете в этом мире. Так что вернитесь к своему Отцу и будьте счастливы. Вот и все. Вы говорите, что Бог — Дух, мы — Дух. и что же из этого следует? И мы — духовные образы Бога. И поэтому материальное состояние ума... Так в чем же вопрос? В Шимат-Бхагаватам, в Писании, которое мы изучаем, говорится, что Кришна не хотел, чтобы мы уходили в этот материальный мир. Вопрос заключается в том, что если Кришна не хотел, чтобы мы уходили, почему мы здесь? Да, вы заставили Кришну позволить вам уйти. Как иногда ребенок заставляет отца. Отец говорит, мой дорогой сынок, не делай этого, не иди туда. Но он настаивает. Нет, я пойду, я пойду. Хорошо, иди. На свой страх и риск. Вот и все. И вы страдаете. Что тут поделаешь? Поскольку вы — сын Бога, Бог обладает независимостью, полной независимостью, Он всемогущий. Поэтому вы тоже унаследовали качество своего отца, у вас есть небольшая независимость. И Бог не вмешивается в вашу небольшую независимость. Если вы настаиваете, я должен пойти и наслаждаться самостоятельно. То Бог говорит, хорошо, иди. Вот так. Вы должны получить разрешение, это факт. Но если вы настаиваете, то Бог дает это разрешение. И тогда вы приходите и наслаждаетесь, начиная с Господа Брамой, кончая червяками в испражнениях. Постепенно, в зависимости от вашей деятельности, от ваших желаний, вы сами создаете себе различные тела и наслаждаетесь и страдаете. Моя задача состояла в том, чтобы организовывать лекции Шилы Праупады. Я принимал заказы, одна из таких программ была в монастыре, это был одновременный монастырь и семинарий имени Святого Паскаля. Праупады дал превосходную лекцию, я слушаю ее каждый год, чтобы напомнить себе, насколько она прекрасна. Он обращался к семинаристам, к людям, посвятившим себя другой религии, и он указал на громадное соответствие, сходство. Это замечательная, несектантская лекция о сознании Бога. Она не была чересчур длинной. Но потом были интересные вопросы-ответы, которые длились довольно долго. Он, несомненно, сумел затронуть их интерес. Я помню, как один из них поднялся и спросил, «А как вы относитесь к Святому Франциску?» Но Праупада не знал, кто такой Святой Франциск, поэтому, как он часто делал, Праупада спросил, «А какова его философия?» И семинарист сказал, «Он видел Бога обовсюду. Он обращался к деревьям, братьям, к птицам, сестрам». И Праупада широко раскрыл глаза и плоско посмотрел на этого семинариста. Потом он поднял голову, накинул взглядом всех и сказал, «Это настоящее сознание Бога». И от этого некоторые из них расплакались. Вот человек из Индии, который еще пять минут до этого никогда не слышал имени Святого Франциска, но на основании этого, как никогда более уместного описания, отнесся к нему с, возможно, большим почтением, чем все присутствующие там, чем те, кто происходил из его же традиции. Это произвело сильнейшее впечатление на них. Потом были и другие вопросы, на которые он очень умело давал ответы. И потом настал момент, когда Прабхупада пригласил их присоединиться к нашему Киртану. Он сказал, «Я слышал, что Кришна по-гречески будет Криста. И что же произойдет, если вы будете повторять это имя? Криста, 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 Кришна, Кришна, Кришна». Так что у вас свое имя Христа, а у нас есть свое имя Бога. И это одно и то же слово. «Так давайте же петь вместе». И, о Боже, они так и сделали. И во время этого Киртана они все встали, они все хлопали, они все пели. И я во второй раз заметил, как они плачут. Все в этой жизни, в этой форме жизни дано нам только для того, чтобы постичь Бога. Другие формы жизни, кошки, собаки, деревья, все остальное, существует 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. И в других формах жизни невозможно понять, что такое Бог. Если вы созвете всех собак вашей страны, приходите сюда, мы будем говорить о Боге. Нет, они не смогут ничего понять. Но человеческая форма жизни предоставляет такую возможность. Не суть важно, будь это в Индии, в Америке или в Австралии, любой человек, если он попытается и если он читает Писание, тоже не суть важно, Библию, Бхагавадгиту или Бхагавату, тогда он познает Бога. Вначале, Шимадхбхагаватам, сказано, Абсолютная истина — это то, из чего всё начинает своё существование. Но какова природа абсолютной истины? Всё означает два аспекта — материя и дух. Два аспекта. К примеру, этот стол является материей, а мы — живые существа, дух, душа. Это материальное тело, моё покрытие, подобно одежде. Все мы одеты, закрыты определенной одеждой. Также и все живые существа облачены в одежду материального покрытия. И мы, и души, неотъемлемые частицы Бога, в настоящее время покрыты двумя видами одежды. Тонкой одеждой, умом, разумом и эго, и грубым покрытием, тонкой означает «мы знаем о его существовании, но мы не видим его». Например, «Вы знаете, что у меня есть ум, я знаю, что у вас есть ум, но я не вижу ваш ум, а вы не видите мой ум. Я знаю, что у вас есть разум, вы знаете, что у меня есть разум, но мы не видим, что это за разум». То же самое можно сказать про наше отождествление. «Я есть». Это сознание. У вас есть сознание, у меня есть сознание, но мы не видим его. так что то, что недоступно восприятию материальных глаз, называется тонкими элементами. Но душа имеет еще более тонкую природу. и так человеческая жизнь предназначена для постижения этой души и высшей души. Ваши преданные говорят, что ваша цель состоит в том, чтобы избавиться от этой болезни материального существования. Я не совсем понял, какой процесс вы рекомендуете, чтобы этого достичь. Еще скажите, пожалуйста, каков окончательный результат после того, как вы избавляетесь от этого? В чем вопрос? В сознании Кришны метод состоит в том, чтобы избавиться от болезни материального существования. Да. Первая часть его вопроса — «Как это сделать?» Вторая часть вопроса — «Какой конечный результат этого процесса?» Процесс отключается в том, чтобы переместиться из материальной энергии в духовную. Мы находимся под влиянием энергии. У Бога есть две энергии — материальная и духовная. мы также энергия, мы пограничная энергия. Пограничная энергия означает то, что мы можем находиться под влиянием либо материальной энергии, либо духовной энергии, в зависимости от нашего выбора. к примеру, на морском берегу можно увидеть, что иногда вода покрывает сушу, а иногда суша остается без воды. Это называется пограничным положением. Так же и мы являемся пограничной энергией Бога, живые существа. Мы можем находиться под водой, то есть под влиянием материальной энергии, или же мы можем быть свободны от этого покрытия. Как мы относимся к Господу Иисусу Христу? Иисус Христос, Господь Иисус Христос, Сын Бога, лучший из сынов Бога. Мы относимся к Нему со всем уважением. Да? Любой, кто учит людей сознанию Бога, достоин почтения с нашей стороны. Неважно, в какой стране, в какой культуре он проповедовал. Это не играет роли. Святой Франциск Оссийский искал Бога в материи, а не использовал материю для Бога. И Святой Франциск говорил брат-пес, сестра-кошка, сестра-вода, брат-ветер, что его милость думает о таком подходе Франциска к материи. Святой Франциск, основатель этого ордена, куда нас пригласили выступить с речью, находил Бога в материальном мире. И он обращался к предметам этого материального мира, как к братьям и сестрам, брат-дерево, сестра-вода. Как вы смотрите на это? Это истинное сознание Бога. Это настоящее сознание Бога. Такой человек не думает, что может сознавать Бога и в то же время убивать животных. Это не сознание Бога. если вы воспринимаете деревья, растения, низших животных, даже незначительных крошечных муравьев, как братьев, это объясняется в Бхагавадгите. Сама означает равное отношение ко всем живым существам. Видеть душу, любого, неважно, человек, это кошка, или собака, или дерево, или муравей, или насекомое, или большой человек. Все они неотъемлемые части Бога. Они просто одеты по-разному. Пандит, ученый человек, всех видит одинаково. Так что, если святой Франциск именно так думал, это признак высочайшего уровня духовного понимания. Да? Мы их подгоняли, чтобы они успели закончить к фестивалю, который должен был состояться на следующий день. Я была в швейной, и вдруг кто-то прибежал с криками и воплями. У нас большой пожар. Прямо в соседней комнате, где были какие-то швейные принадлежности, если я не ошибаюсь. На верхнем этаже тоже было много женщин, которые там работали. Как оказалось, горел весь дом, и они оказались в западне на верхнем этаже. И все пытались понять, что же делать. Все кричали, что делать. И, по-моему, как раз я и предложила «Возьмите эту занавеску». И мы схватили занавеску, которая была сделана из очень прочного нейлона, очень крепкой. Мы ее вытащили, и преданные мужчины, которых там было довольно много, взяли ее и очень туго растянули ее на высоте нескольких футов от пола и сказали женщинам «Прыгайте». Сначала они не хотели. Но когда пламя стало вырываться наружу через окна и везде был дым, они уже не могли больше терпеть. Одна за другой они стали прыгать. Они все успешно приземлились. Когда одна женщина прыгала и приземлялась, то они снова прочно растягивали занавеску, чтобы прыгнула другая женщина. И потом, самая последняя из них, которая больше всех боялась, она была беременной. И когда она наконец прыгнула, то занавеска не выдержала и треснула по шву. Но, тем не менее, с ней все было хорошо. Она пережила этот прыжок и ее ребенок тоже выжил. Я была рада, что никто не погиб и не травмировался. Я тут же подумала, а может быть, это нам используют для реклам? Я попросила кого-то быстро пойти и позвать журналистов. Мы пригласили к себе газетчиков и объяснили им, что произошло. Так что, на следующий день газета вышла с заголовком «Герои Кришнаиты спасли женщин от пожара». Что-то в этом роде. Ее показали Праупаде, и он был очень необычайно рад. Это была превосходная реклама для Радхаятры, потому что статья была напечатана на первой странице прямо в день Радхаятры. Так что, к нам в том году пришла огромная толпа людей. Во всем этом городском мероприятии и Радхаятре иронии было то, что люди, которые выписывали нам штрафы на общую сумму в несколько тысяч долларов за то, что мы пели и танцевали и распространяли книги и шивы про упады на улицах в неположенных местах, были теми же самыми людьми, которым нам нужно было идти, чтобы получить разрешение на проведение Радхаятры. Я помню, как мне впервые пришлось пойти туда в городской совет Мельбурна в темный, занавешанный темными портьерами зал для заседаний и там за круглым столом сидело 30-40 членов совета города. Я зашел туда с обритой головой и в тхоти, и мне пришлось убеждать их в том, чтобы они разрешили нам провести фестиваль Радхаятры. Когда я зашел, у них на столе лежала огромная куча этих штрафов и председатель городского совета мэр города сказал, а что нам делать со всеми этими штрафами? Я убедил его, или Кришна убедил его в том, что все эти неоплаченные штрафы не должны повлиять на выдачу нам разрешения на проведение Радхаятры. Я помню, как я думал, глядя в грудь мэру, я говорил, Кришна, ты же в его сердце, в его груди есть сердце, и в нем находишься ты, если ты захочешь. Разрешить нам провести фестиваль Радхаятру, ты должен сказать ему изнутри, что он должен разрешить нам провести его. И мэр сильно играл на публику, он говорил, ну, назовите мне хотя бы одну причину, почему я должен разрешать вам проводить этот фестиваль. Вы слишком много о себе думаете, вы не оправдали наше доверие тем, что не оплатили ни один штраф, который мы вам выписали, и который стоит тысячи долларов. почему тогда мы должны выдавать вам разрешение на проведение парада по нашим улицам. Я посмотрел на совет, и я знал об австралийском чувстве равноправия. Они всегда были готовы дать человеку еще один шанс, потому что исторически Австралия была подчинена англичанам, там основали тюремные колонии, они всегда ориентировались на обычных людей. Я посмотрел на мэра и употребил одно австралийское идиоматическое выражение. Я сказал, ну может быть вы дадите нам последний шанс? Мы только и просим у вас последний шанс. Мэр посмотрел вокруг, он не хотел быть тем, кто отказался дать человеку последний шанс, он посмотрел на членов совета и сказал, хорошо, мы даем вам еще один шанс. И он поставил печать на разрешение, и так нам разрешили провести ратхаятру. Так что те же самые люди, которые выписывали нам штраф и должны были выдать нам разрешение. И Кришна устроил все так, что эти люди не держали на нас зла. И так, Ратхаятар состоялась, и лекция Шилл Парупады в зале мэрии в Мельбурне тоже состоялась, и газеты напечатали хорошие статьи о нас. Когда Парупада приехал на Ратхаятру, была середина зимы, июня. Он приехал частично из-за того, что пообещал Мадудвиши, если вы станете первыми в распространении книг в мире, то я приеду. И мы так и сделали. На самом деле, он организовал группу BBT и Австралия все время была на первом месте среди распространителей книг, несмотря на то, что там в то время была совсем маленькая ядра, где-то 50 или 60 преданных по всей стране. Но Прабхупада сдержал свое слово и приехал в 74-м году. Это было посреди зимы в Мельбурне, было очень-очень холодно. В тот день было, наверное, градусов 12. Прабхупада приехал и прошел с нами где-то половину шествия на Коллинз стрит. Естественно, когда Прабхупада подъехал к шествию, то преданные были в восторге. Перед колесницей Радхаятры у нас была большая диорама с Господом Чайтани. Большая золотая диорама, около 4 метров высотой. Он шел перед колесницей Радхаятры и мы шли перед Господом Чайтани. Прабхупада все время останавливался поворачивался и смотрел на Господа Чайтанию с большим восторгом, а потом смотрел на Господа Джаганадху. И на этих съемках видно, что он очень счастлив. Затем он поворачивался и шел дальше. Прабхупада прошел где-то 2 мили. Эта Радхаятра казалась нам удивительной. И хотя было очень холодно и на улицах было не так много людей и за колесницей их шло не так много, она была такой могущественной и сильной, как будто Прабхупада покорил весь Мельбурн. Он как будто бы стал царем Мельбурна. Все останавливалось ради Шилы Прабхупады. Только посмотрите в каком восторге здесь. Все преданные, которые присутствовали там, чувствовали как будто это центр вселенной, потому что здесь Шилы Прабхупада, здесь Господь Чайтания, Господь Джаганад. Это была экстатическая программа. Я помню, как Вайбави обнаружила где-то технологию, которая называлась анодированием. Из специальной пены она изготовила заготовки украшений для божеств, браслеты и так далее. Затем их погружали в раствор электролита, из-за чего они начинали сиять серебром и золотом. Так мы украсили Господа Джаганадху и Балараму этими изумительными нагрудниками, как у воинов. У них были тюрбаны, как у кшатриев, и браслеты выше локтей. Они выглядели просто великолепно. Прабхупада прошел большую часть шествия. Мне казалось, он прошел его целиком. Там был один парень, если я не ошибаюсь, его звали Боб Джонс. В то время у него была большая школа карате в Австралии, и он представил Прабхупаде несколько телохранителей, они шли по бокам от него. Это я играю на большом басовом барабане. Иногда у нас были большие киртаны в храме Вседней, и просто в качестве украшения к ним мадду движа. Однажды купил большой басовый барабан. Я был барабанщиком в рок-н-ролльной группе до того, как пришел в движение сознания Кришны. Я брал этот большой барабан и добавлял киртану колорита. Когда у нас была Ратхаятра, мы с моим братом Ямаладжуной одевали эти большие басовые барабаны, которые обычно используются в строевых маршах, и играли на них ритмичным боем, как на Мриданге, который мы называли в стиле Намахаты. Такой захватывающий скользящий ритм. И он привносил свой размах в киртаны в шествие Ратхаятра. Было просто здорово. и стал идти вместе с нами. У нас было три колесницы. На колеснице Субадры было место для того, чтобы Шила Пропада мог проехать всю Ратхаятру. Очень удобная большая веса сна спереди. Мне очень повезло, я должна была находиться на колеснице, потому что я была в Джаре Субадры. Так что я сидела прямо там, рядом с местом Пропады. Я очень волновалась. Но потом я очень сильно расстроилась, так как Пропада так и не взошел на колесницу, потому что его так привлек и поразил большой золотистый господь Чайтанья, которого мы сделали. Поэтому ему просто нравилось идти рядом и танцевать с ним. Так что он так и не поднялся на колесницу. Он прошагал все шествие. Было холодно, а путь был длиной около трех миль, но он все время танцевал и шел. когда шествие подошло к концу, тогда он поднялся на колесницу уже в зале и дал лекцию с колесницей. Но я не помню, что за эти несколько дней мне удалось хоть немного поспать, потому что мы делали колесницы и столько всего, готовясь к приезду Пропаду, так что я засыпала прямо на ходу. Когда Пропада начал давать лекцию, я обмахивала Субадру и просто засыпала. Субадра Дэви очень добра, а Пропада время от времени поглядывал на меня. Я даже представить себе не могу, что он мог подумать. Я прилагала все усилия, чтобы не заснуть. Мы частенько делали такое в те времена. Мы так тяжело трудились, что как только Пропада приезжал, мы валились замертво, готовились к его приезду, но потом пропускали половину лекций. Вчера я читал письмо, где Пропада говорит, мне очень понравилось, как ты вел Киртан и в то же время беспокоился лично обо мне, когда мы шли во время фестиваля Радхаяты. Никто бы даже не подумал, что Пропада заметит это, но он увидел, как я веду Киртан и в то же время беспокоюсь лично о нем, то есть о том, чтобы все были вокруг Шилы Пропада и не преграждали дорогу. У меня уже были книги, которые я купил за несколько лет до этого, когда работал юристом в центре города. Эти книги стояли у меня на полке, иногда я брал Бхагаватам и начинал читать, чтобы убедиться, смогу ли я понять что-то. Но я так никогда и не понимал по-настоящему. Я не мог разобраться, что к чему. Но каким-то образом у меня было понимание, что суть именно в этом, в этом истина. Здесь скрыт весь смысл. Я был просто убежден, что у Пропады нет эго, и что он отстаивает истину. И как раз перед Ратхаятрой в тот четверг я шел в один из своих любимых местечек, в винный бар. И рядом с баром на стене был большой плакат с объявлением о Ратхаятре. Там была прекрасная фотография Пропады, а заголовок гласил, «Тот, у чьих стоп прибывают все господа». Это произвело на меня сильное впечатление. Я посмотрел на плакат и сказал, «Да». И настала суббота, я пошел на Ратхаятру, и там, издали, я увидел эти потрясающие огромные колесницы. Их было три с удивительными балдахинами и удивительная статуя высотой около десяти метров. Кто-то из золота с воздетными в небо руками. И мне показалось, что там были сотни преданных, которые в восторге и блаженстве танцевали. Был целый круговорот цвета и движений, пара строевых басовых барабанов. И это было настолько потрясающе, что меня все это поразило. До глубины души а посреди поющих был небольшой человек, Шила Пропада, которого я узнал из книг и из плаката. Когда я впервые его увидел, он в блаженстве танцевал с поднятыми руками. Я увидел, что все преданные просто охвачены восторгом. Сейчас, когда я это вспоминаю, тогда мне казалось, что Пропада был похож на полную луну, окруженную звездами в безоблачном ночном небе. это было настолько захватывающее зрелище, что меня самого охватила радость при виде этого. После всего увиденного я уже не мог уйти. Я последовал за процессией по улице до выставочных зданий, где Пропада давал лекцию, но я ничего не мог понять из того, что он говорил. Однако, это было не из этого мира. Что-то такое, о чем я подумал, это оно, это то самое, я хочу стать частью этого, чем бы это ни было. Я был очарован. Я очень быстро заболел лихорадкой Пропады, она была очень заразной. Она распространялась повсюду, и я подхватил эту лихорадку Пропады, как только впервые увидел его. И до сих пор я болею, похоже, это неизлечимая болезнь. За все эти годы я встречал многих-многих людей, которые видели это шествие и видели Пропаду в тот день. Буквально пару лет назад в наше кафе пришла одна женщина. Она рассказала мне, что во время этого фестиваля она видела, как наш лидер шел по улицам Мельбурна, и она видела эту огромную золотую фигуру в начале парада, за которой шла вся процессия. Она сказала, что это ее по-настоящему глубоко тронула. И потом, с течением лет, она много-много раз во сне видела именно этот фестиваль, именно эту золотую фигуру Господа Чайтани. Таково могущество Шилы Пропады и Господа Джаганадхи и празднования Радхаятры. После шествия, которое имело необычайный успех, мы закатили все три колесницы под здание Королевской выставки, где должна была состояться финальная часть фестиваля Радхаятры. И Пропады дал превосходную лекцию с колесницей. После лекции он спустился по ступенькам и немного отдохнул в кресле в маленькой комнатке в то время, как мы готовились к раздаче просада. И один из учеников Пропады, Гребинат Ачария, вошел в комнату, держа в руках благовоние. И так Шила Пропада сидел на стуле отдыхая. И Дипак Прабху представил меня Шиле Пропаде, сказав, «О, это Гребинат Ачария Дас, он один из наших ведущих распространителей книг». И Пропаде это было очень интересно. Он очень аристократично повернул голову, посмотрел на меня и спросил, «Что я говорю людям, когда они покупают книги?» Я начал что-то невнятно бормотать, в том смысле, что «О, Шиле Пропада, я просто говорю им, что это о йоге, они думают, что это про упражнения». Шиле Пропаде глубоко задумался на минутку и сказал, «Ты должен говорить людям, что эти книги решат жизненные проблемы и помогут уменьшить их страдания в жизни». Оглядываясь назад, теперь мне кажется, что, скорее всего, Шиле Пропада думал о стихии из первой песни Бхагаватам. Связующий процесс преданного служения может постепенно облегчить все материальные страдания живого существа, которые чужды его природе, но люди в большинстве своем не знают этого, потому мудрец Висадева составил Шима Бхагаватам. Так что я подумал, что это большое благословение получить личное наставление Шиле Пропады о том, что нужно говорить во время распространения книг. К сожалению, мне так и не удалось применить этот способ представления книг на улицах, когда мы распространяли книги многие годы подряд. Но позже, когда мы распространяли книги Шиле Пропады наборами, этот метод оказался очень действенным. Это пробуждает у людей интерес. В действительности, все страдают, и главное задание Шиле Пропада заключалось в том, чтобы каким-то образом дать людям счастье с помощью сознания Кришны. И потом он стал говорить о предсказании из читания Бхагаваты. То есть имя Господа Считания можно будет услышать в каждом городе и деревне. И Шиле Пропада объяснил, что это значит. В каждом городе, в каждой деревне будет храм Рада Кришны и как минимум шесть браманов, которые будут поклоняться божествам. На следующий день мне сказали, что в Орманд Холле будет большая программа. Я посещал Орманд Холл еще в середине 60-х, когда играл джаз. Там обычно играли джазовые группы, так что нам часто доводилось бывать в этом здании. И так я пошел в Орманд Холл, зашел внутрь и услышал потрясающий Киртон. И Господь Чайтаня, эта золотая фигура стояла посреди зала, а преданные в полном восторге танцевали вокруг нее. Киртон был невероятным вспомином блаженства. У нас опять были те басовые барабаны для марши. По-моему, их было три. И преданные просто сходили с ума от восторга и танцевали кругами, как индейцы, олюлюкая, танцуя вокруг своих повозок. сцена опять же была потрясающей. К тому времени, уже повстречав Прабхупаду и преданных на Радхаятре, увидев, как Прабхупада незаметно прошел мимо меня в храме, и увидев эту замечательную сцену в Орманд Холле, а потом еще, как Прабхупада заходит и дает лекцию, опять же, я не мог понять, о чем он говорит, но к тому времени я уже был полностью убежден, «Да, я должен стать преданным». Так что, буквально через пару дней после этого я приехал в храм. А еще через день я уже был на улице и продавал благовония и собирал пожертвования. Мы пели громкий, экстатичный киртан вокруг Господа Чайтании. Около 45 минут пел Мададвиша. И этот киртан был таким экстатичным, что когда Мададвиша остановился, Прабхупада жестом показал продолжать. Он был в таком восторге, наблюдая за нами и слушая киртан. Он так любил киртана Мададвиша. После этого он отдавал лекцию. И после лекции стали раздавать еще один превосходный пир, особенно после фестиваля накануне большой программы и пира. Он был очень доволен этим. Но потом, на следующий день было воскресенье, и мы приготовили еще один пир, и он спросил, кто это готовил. Он был очень-очень доволен, что преданные идут на такие трудности, чтобы приготовить два чудесных пира на два дня подряд. Как обычно, мое служение заключалось в том, чтобы приготовить огромный пир на эту программу. Насколько я помню, мне нужно было приготовить роскошный пир из заказочного просада. Я уже точно не помню все, что я приготовил, но я точно помню, что я был занят во время программы, когда пропадал, давал лекцию. Я следил за раскладыванием просады и подготавливал все к раздаче в конце программы. Поэтому я не был на всей программе. И как мы все это сделали? Мы расставили тарелки и разложили на них просад в комнате возле зала, где все пели и слушали лекцию праупады. А когда программа закончилась, и праупада стал выходить, то он прошел возле нас и увидел разложенные вокруг все эти тарелочки с просадом. Он посмотрел на Мадвишу и сказал, «О, кто все это приготовил?» А Мадвиша ответил «Это все двое паяна». И праупада сказал «О, очень хорошо». Большое мурти Господочитание, которое мы здесь видим во время лекции в Орманд-холе, сделал Домья Дас. Домья довел до совершенства искусства гальмонизации ему удалось соорудить отдельные части этого мурти, потом нанести красивое сияющее золотом покрытие, а потом собрать мурти с помощью штыреи, и он привозил его на разные программы. Оно было именно фестиваль Ратхаятры, и как мы видим, праупада сделал жест своей рукой, чтобы мы все обошли божество. Он был подобен генералу, отдающему приказы войскам, и благодаря только незначительному движению его головы и рук, мы последовали его приказу и с восторгом стали танцевать вокруг мурти с теми огромными басовыми барабанами, на которых мы играли за день до этого Наратхаятры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok» 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 Это полное знание, не какие-нибудь выдумки. Гьяна вигьяна сахитам. Вигьяна значит наука, доказательство на практике. Гьяна вигьяна сахитам. Ячгятва. Если ты обладеешь этим знанием, ашубха, мокшасы, означает «ты получишь освобождение», а ашубха — неблагоприятное, дурное. Наша нынешняя жизнь, наша теперешняя жизнь, подразумевает, что до тех пор, пока у нас есть это материальное тело, оно полно всего неблагоприятного, мокшасы, ашубха. Ашубха значит «неблагоприятное». Что же это за сокровенное знание? Наго махабаданная кришна према прадаяти кришная кришна чайтанна намине гавуратти си намаха. Шрила Рупа Госвами, повстречав Шрила Махапрабху в Прайаге, есть такое место, святое место в Индии, под названием Прайаг. Шрила Махапрабху после принятия монашеского образа жизни, саньясы, отправился в Прайаг и другие святые места. Шрила Рупа Госвами был министром в правительстве, но оставил все и присоединился к этому движению сознания Кришны, к чайтане Махапрабху. И когда он впервые встретил его, он произнес этот стих. Вадангами значит «самый щедрый». Да, Кришна просит, «Ты негодяй, предайся мне». Вы все негодяи, предайтесь Кришне. Тогда ваша жизнь станет успешной. Это суть наставления Кришны. Кришна не просит только Арджуна. Он просит всех нас. Всех негодяев. Вы столько всего придумываете, чтобы стать счастливыми. Но вы никогда не будете счастливы, будьте уверены. Но предайтесь мне, я сделаю вас счастливыми. Одна строчка. Но что же мы можем сделать? Кришна предлагает все возможности. А мы, смиренные слуги Кришны, мы пытаемся проповедовать это, но негодяи не хотят принимать. Что тут поделаешь? Вот в чем сложность. Они все хотят оставаться негодяями. Что тут поделаешь? Вот в чем проблема. В противном случае стоит нам только воспользоваться. У нас все есть. Даже ребенок может получить от этого блага, от сознания Кришны. Вы в этом сами можете убедиться на практике. Но мы не желаем этого. В этом проблема. Субтитры создавал DimaTorzok Прабхата давал лекцию. И его взгляд падал на вас. И он просто смотрел сквозь вас. Предные чувствовали, что Прабхата смотрит им прямо в сердце. Я слышал это от многих преданных. Я сам это ощущал на себе. Так это и есть. В этом нет сомнений, потому что это подтверждает не только я, но многие предные, они чувствовали, что Прабхата смотрит им прямо в сердце. Хотя он при этом дает лекцию. И в лекции он говорил определенные вещи. Он смотрел на вас, и то, что он говорил, относилось именно к вам. Он не обращался к толпе людей, он говорил вам. И то, что Прабхата говорил именно в тот момент, очень глубоко проникало в ваше сердце. Нам очень повезло, что Уильям Керр, независимый кинооператор и режиссер, предоставил нам свои услуги и запечатлел Прабхата в Австралии на многих из тех кадров, которые мы видим. У него была целая команда, и они приходили и снимали все, что только могли, включая установление божеств, открытие храма, утренние прогулки, лекции, программы в мэрии. И он снимал несколько лет подряд, с 1973 года до приезда Прабхупады в 1975 году. У него была большая камера, даже с тележкой, и он возил ее по ботаническому саду и снимал многие из тех съемок, которые уже стали классическими. Так что мы в большом долгу перед ним за это. В Мельбурне было три больших университета, и одним из них был университет Латроп. Мы устроили программу, я помню, как мы пришли в зал, это была аудитория, и там собралось не так много студентов, хотя мы изо всех сил старались привлечь как можно больше людей. Там было, может быть, от 50 до 100 студентов, а аудитория была огромной, и при этом она была наполовину пустой. И тут у Мададвиша возникла идея привезти всех преданных, а Прабхупада еще не приехал. И он подумал строить большую хари-наму на главной площадке на территории университета, чтобы привезти еще больше студентов. Замысел удался, потому что было как раз время обеда. Он был похож на крысоловы из сказки. Мададвиша привел еще студентов, и вся аудитория была заполнена. Но что началось потом? Спустя три или четыре минуты после того, как Прабхупада начал давать свою лекцию, студенты стали его перебивать. В это время, в начале 70-х, университет Латро был охвачен приступами антивьетнамских протестов. Война во Вьетнаме стала в Австралии очень непопулярной. И на Шрила Прабхупаду студенты смотрели как на человека, который отводит внимание от их антивоенных демонстраций своей проповедью мира и любви, вместо того, чтобы подбадривать студентов идти на демонстрации против войны. Прабхупада говорил людям повторять Харе Кришна и таким образом решать проблемы во всем мире. И они усадили многих студентов на стратегические места в аудитории. И их единственное задание состояло в том, чтобы мешать лекции. После Киртана Шрила Прабхупада начал говорить, и тут же один студент поднялся и стал возражать тому, что говорил Шрила Прабхупада. Суть всего, что они говорили, сводилась к одному. Шрила Прабхупада приехал сюда только ради того, чтобы воспрепятствовать их антивоенным чувствам. Тогда мы вывели этого человека и посадили его сзади. И как только Шрила Прабхупада опять начал говорить, кто-то другой встал и стал возражать. Они употребляли пошлые слова. Из-за этого договориться с ними было невозможно. Я попытался разрядить атмосферу через микрофон, но они были решительно настроены не прислушиваться никаким логическим аргументам. Хотя аудитория хотела послушать, что говорит Прабхупада. Эти выскочки были решительно настроены сорвать в программу. После того, как три или четыре человека проделали это и не давали Шрила Прабхупаде говорить, тогда, в конце концов, Шрила Прабхупада сказал, просто поете. И мы стали петь, а Шрила Прабхупада уехал. А тем временем предные выводили этих выскочек в вестибюль. И там были кулачные бои, разразилась большая драка. И хотя казалось, что в аудитории все было тихо, прямо за дверьми происходила самая настоящая потасовка. Предные защищались, и все это превратилось в кровавую сцену. У одного студента был нож, и он шевырнул его на пол и стал кричать, смотрите, смотрите, у них нож, они хотят убить меня. И тогда пришли охранники, и там было много шума и возни. Но Кришна действовал очень тонко. Президент храма в Сиднее, в Австралии, которого сейчас зовут Адмарама, он получил посвящение в Шрил Прабхупаде. Но тогда он учился в университете Ладроп. Он видел, как эти ребята шли в уборную, все в крови, с разбитыми носами. Он подумал, ничего себе, а я думал, что эти кришнаиты мирные люди. Как эта драка тут началась? Он подумал, а, они перебивали их духовного учителя. Ого, эти ребята по-настоящему преданы ему. Его это очень глубоко тронуло. Это неистовая верность преданных Шрил Прабхупаде. И вскоре после этого он получил посвящение, теперь он президент храма в Сиднее. Так что иногда действия Кришны могут показаться странными. А еще, когда преданные уезжали, то студенты забрались на путепровод над дорогой и стали бросать черную краску на наши белые ванки. в фургоны. Так что эти участники антивоенной демонстрации еще заранее все это спланировали. И когда Шрил Прабхупаде вернулся, он сказал, теперь мы будем знать, больше свободного входа на лекции не будет. Каждый раз, когда я буду проводить публичную программу, как эта, вы должны брать за вход пять долларов или два доллара. Люди должны что-то платить за вход, потому что, когда мы проводим такие свободные встречи, то может прийти какой-то сброд и устроить беспорядок. Но если интеллигенты Астралии не могут полчаса посидеть спокойно и послушать, как джентльмен говорит о любви к Богу, то это не говорит его в вашу пользу. Мы не сторонники беспорядков. Мы не сторонники насилия. Но мы будем отвечать насилием на насилие. Мы не сторонники притворного пацифизма. Мы просим вас слушать, как джентльмены. Мы пришли сюда с доброй волей. Мы не пришли сюда создавать беспокойство. Так что мы просим вас иметь хоть какое-то почтение к нашему духовному учителю. Так вот, если у вас есть какие-то вопросы о сознании Кришны, не ради словесной баталии. Мы можем выйти на улицу и подраться, но мы пришли сюда обсуждать духовные темы. Так давайте обсуждать вместе, как братья и сестры. Давайте не будем создавать беспорядок. У меня есть эго, и у вас есть эго. Если вы как-то заденете мое эго, я могу взбеситься. Если я задену ваше эго, вы приходите в бешенство. Так что нам, что нужно выйти на улицу и решить все это как кошки и собаки. Нет. Мы пришли сюда, в этот университет. Не для этого. Мы должны подняться над этим уровнем. Так что, пожалуйста, задавайте нашему духовному учителю о разумной вопросе. Да, сэр. Он придет. Добро пожаловать. Мы будем встречать его. Да. Это очень хорошая новость, что Иисус придет. Иисус не был известен. Он носил сандалии, и его распяли между двумя ворами. Он не носил с собой ножи. А ваша духовность — это Роллс-Ройс, мягкие кресла с подушками. И вообще, вы все думаете только о деньгах. Вы, Кришна, Итой, вы хотите денег. Мы приехали на эту программу в университете отдельно, не вместе с преданными. Мы сели в зале, а не на сцене. И все это было очень противно. И поскольку это так сильно беспокоило, я помню, я была в шоке от этого. Позже я помню, что Иисус сказал, что в таком случае нужно было тут же начать Киртун и больше ничего не делать, кроме Киртуна. У вас было три вопроса. Может, у кого-то еще есть вопросы? Еще вопросы? Да, сэр. Считаете ли вы, что ваше движение является формой просвещения, исходящей в наше время из Соединенных Штатов? А какое место ваше движение занимают в департаменте Белого дома по психологической войне? А вы опять придете на нашу очередную демонстрацию 4 июля, чтобы попытаться и отвлечь людей от восприятия настоящих политических вопросов, касающихся демократии в Австралии? Мы можем ответить по очереди. Я могу ответить вам, если вы хотите. Наше движение не из Соединенных Штатов. Если у вас какая-то параноидальная ненависть ко всему из Штатов, то это ваша проблема, не моя. Во-вторых, наш духовный учитель приехал в Соединенные Штаты, чтобы основать это движение сознания Кришны, потому что у него был туда бесплатный билет на пароход. Благодаря любезному одолжению одной из женщины, которая дала ему этот бесплатный билет на корабль, он приехал в Америку, исполняя приказ своего духовного учителя. Вот в чем причина того, что он приехал в Америку, чтобы начать сознание Кришны. Если бы вы послали ему бесплатный билет, то, возможно, бы он сначала в Австралию приехал. Он был монахом. Он был монахом из Индии, без гроша. И он старался исполнить волю своего духовного учителя, распространяя любовь к Богу. Он не пытается остановить никакие политические движения. На самом деле, он пытается разжечь революцию в сознании. Мне кажется, что вы тоже заинтересованы в революции. Мы также заинтересованы в революции, но нас интересует революция, которая поможет людям ощутить мир внутри себя, будь они коммунисты, марксисты, или ленинисты, или еще какие-то исты. Субтитры создавал DimaTorzok Это утренняя прогулка в ботаническом саду в Мельбурне. Это очень красивый сад площадью в несколько сотен гектаров. И правопада каждое утро выходил на утреннюю прогулку с разными преданными из разных департаментов храма. В один день ходили пуджари, на следующий день ходили распространители книг, группа BBT, преданные, которые работали в Спиритчл Скай. Таким образом, у всех австралийских преданных была возможность попасть на утреннюю прогулку. Мы, конечно, повторяли джапу и преданных задавали много разных вопросов. Я пошел на эту утреннюю прогулку, я сидел рядом с Шилой правопадой. Нас было всего несколько человек. Правопада смотрел, как люди идут на работу по Сент-Килл-де-Роуд. Они все были в соответствующей одежде, мужчины и женщины. Это один из самых состоятельных районов Мельбурна. И все эти люди были прекрасно одеты и спешили на работу. Я сидел рядом с правопадой и помню, как я смотрел и думал, как мне повезло. Я здесь рядом с правопадой, рядом с великим чистым преданным этого мира, а там все эти люди, как мудхи, спешат на работу. И правопада тоже смотрел на них. И потом правопада повернулся ко мне, и я увидел на его глазах слезы. Он посмотрел на меня и сказал, как же их спасти? Это самый важный вопрос, который правопада задал мне в моей жизни. С тех пор я постоянно об этом думаю, как же их спасти? Так что, когда мы думали о своем везении, правопада думал исключительно о людях, которым он не мог достучаться из-за различных преград, которыми они себя обставили. Было раннее утро, где-то пол седьмого, и один человек отрабатывал свое мастерство закатывания мячика в лунку. И правопада остановился на полпути и спросил, что он делает? А преданно ответил, он тренируется в гольфе, шил правопада. Правопада снова спросил, что он делает? Он напрасно растрачивает свою человеческую жизнь. Ту же самую эскезу, которую он совершает, тренируясь в гольфе, в пол седьмого утра он с легкостью бы мог направить на Кришну. На самом деле, у правопада на глазах выступили слезы, когда он увидел решимость, с которой этот человек тренировался в игре в гольф. Мы были на утренней прогулке в саду. У меня были небольшие трудности с повторением своих кругов. Я думал, как тяжело следовать регулирующим принципам. Я помню, я очень редко задавал правопаде вопросы, но в тот раз правопада говорил о трансцендентном беспокойстве. Я спросил у правопады, а это трансцендентное беспокойство правопады, когда мы беспокоимся из-за того, что мы не можем дочитать свои круги или когда нас беспокоит следование регулирующим принципам и все такое. Правопада сказал, нет, это материальное беспокойство. Трансцендентное беспокойство это когда мама Ишода переживает, что на Кришну может напасть обезьяна или она испытывает страх за Кришну. Это беспокойство о Кришне, это не беспокойство о себе. Он сказал, это материально. Правопада прояснил для меня этот момент. С того времени я понял, что все мои беспокойства по сути материальны. У нас был храм на Сент-Килде и правопада жил в моем доме на Брайтоне. Я возил Шива правопада утром на лекцию. Правопада заходил и читал лекцию, а я слушал ее. Потом, когда правопада заканчивал, я подъезжал к входу, останавливался во втором ряду и Шива правопада садился в машину. В тот день Читахари сказал мне, он умолял меня дать ему мой форт Ферлейн. Я сказал, хорошо, бери, но ненадолго, потому что Шива правопада уже почти заканчивает. Машина должна быть здесь вовремя. И Читахари не приехал, а правопада заканчивал лекцию. Я помчался во двор храма. У нас был один полупассажирский фургон с нарисованным на двери Рада Кришны. Мы на нем вывозили всякий хлам на свалку, а также оставшийся просад мы его вывозили на пляж, чтобы выбросить в океан. Лекция уже подходила к концу, а я бегал вокруг, выбрасывая весь этот хлам на дорогу. Я взял метлу, шланг и постарался как можно лучше вымыть фургон. В нем воняло. Я сел за руль, подъехал к входу, остановился во втором ряду, потому что Читахари до сих пор еще не приехал. Правопада выходит и видит этот полугрозовой фургон. Я усадил его на передней сиденье. И мы вдвоем выезжаем в Брайтон. В это время шел дождь, и я включил стеклоочистители, и каждый раз, когда они поднимались и опускались, раздавался сигнал «Бей!» И вот работают дворники, машина сигналит, и мы едем по дороге Барнетт-стрит. Правопада посмотрел на меня и спросил «Что происходит?» Я сказал «Шелеправопада, просто Читахари уехал на моей машине и не вернулся. Мне пришлось взять старый грузовик». Шелеправопада смотрел на стеклоочистители, слушал, как машина сигналит. И он просто разошелся от смеха, ему это показалось невероятно смешным. Мы погрузились в глубокие рассуждения о том, что индийские машины похожи на ту, в которую мы едем. Мы на самом деле организовали много замечательных проповеднических программ для Шелеправопада. Первой была встреча с тремя учеными из Австралийского Содружества Организации Научных и Промышленных Исследований. Они очень-очень хорошо побеседовали с нами и беспокоила мысль недостатка пищи в мире. Они хотели узнать, как именно движение сознания Кришны может помочь голодающим людям в Азии. Промышленные 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 Об этом даже не стоит писать, но что заслуживает внимания, что важнее всего, так это то, что они присоединились к этому движению сознания Кришны А что касается исследовательской работы относительно того, какого психологического типа человек присоединяется к движению сознания Кришны, то это вопрос поиска истины Если вы хотите получить ответ на свой вопрос без лишних исследований, то те, кто интересуется абсолютно истиной, примкнут к движению сознания Кришны А в их жизни до того, как они стали преданными, было не так много ценного, если вообще что-то было Тем более это не заслуживает изучения Но уже после того, как они стали преданными, да, это достойная тема для исследований Мы хотели найти какой-то подарок для Шивы Прабхупады Но что мы можем придумать? И вот однажды утром в храме на Сент-Килде в Мельбурне, который был очень маленьким, в него набились преданные со всей Австралии Прабхупада зашел в Ухтарную, и мы все поклонились Я услышал только, как Прабхупада сказал, не кладите Бхагаватам на пол Кто-то коснулся Бхагаватам пола, и Прабхупада сказал, не касайтесь Бхагаватам пола И мне пришла в голову одна идея Можно было бы сделать красивую ткань, чтобы заворачивать в нее Бхагаватам Я спросил у женщин, которые шили для божеств У них была красивая золотая парча с золотыми кисточками по краям Я попросил одну женщину сделать ее Потом я поехал в центр Мельбурна и купил самые лучшие манго По-моему, я купил шесть штук И все это я положил в ящик из-под журналов «Обратно к Богу» Затем я пошел к шили Прабхупаде в дом, где он остановился И зашел в комнату, которая была заполнена преданными Шили Прабхупада сидел за своим столиком и разговаривал с ними В какой-то момент он остановился и посмотрел на мою коробку Он спросил, что это? Я вынул эту ткань для книги И вы, наверное, сами догадываетесь, что когда я вошел в комнату Я при этом думал, да, у меня настоящие подарки для Шили Прабхупады Я считал, что как здорово, что у меня есть, что ему предложить Я достал ткань и сказал, Шили Прабхупады Я слышал сегодня утром, как вы говорили, что нельзя класть Бхагаватам на пол И я принес вам вот эту красивую ткань, чтобы вы в нее оборачивали Бхагаватам Прабхупада сказал, я не кладу свой Бхагаватам на пол Тогда я стал объяснять, что я имел в виду, почему я решил это сделать Но каждый раз, когда я начинал что-то говорить, Прабхупада прервал меня Я говорил, о, но я имею в виду... Нет, я не кладу свой Бхагаватам на пол И каждый раз, когда я пытался что-то объяснить Он перебивал меня Мой Бхагаватам стоит на полке Я не ставлю его на пол Он был очень строг И тут все преданные взорвались хохотом Они очень громко смеялись Тогда он сказал, это для тебя Таким образом, я был усмирен Мне хотелось куда-то спрятаться, протиснувшись через тырочку в полу Если бы я мог это сделать Все смеялись надо мной, Прабхупада был очень строгим Я хотел сделать ему подарок, но это выглядело как оскорбление Я не это имел в виду, но я не могу объяснить Я не могу описать свои чувства Я просто сел и стал ждать И в этот момент, если я достану манго, я подумал, что же будет, если я их достану? Я взял манго и сказал А еще у меня есть пара манго для вас Но тут Прабхупада посмотрел на манго И на его лице заиграла широкая улыбка Он сказал, о, вот это подарок Манго — царь всех фруктов И он засиял Будто бы и не был суровым И я вздохнул с облегчением Но смысл всего этого в том, что если вы что-то предлагаете с гордостью Кришне это не нравится, это неправильное настроение Но он создал у меня правильное настроение, настроение молитвы Пожалуйста, примите это подношение Прабхупада казался мне олицетворением любезности Он был обходительным, благородным Сострадательным И культурным Он был человеком высокой культуры, но при этом Вел очень простой образ жизни Ему для жизни нужно было совсем немного И каждый день, когда я возвращаюсь с работы домой Я всегда иду в нашу комнату для пуджи И благодарю Шива Прабхупада за это знание И за то, что он позволил нам узнать обо всех этих чудесных вещах Меня на самом деле это очень трогает, когда я начинаю думать об этом И мне очень не хватает Шива Прабхупада Я бы хотел сказать Я люблю вас, Шива Прабхупада Я люблю вас, Шива Прабхупада Остéis, фантастику Да! Пока!